Всем здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня воскресенье. Я сейчас готовлю супик. Вчерашний супик дети съели на ура. Сейчас поставила варить мясо. Сейчас пинку надо снять. И будем варить супик. На улице погода, ребята, вообще ужасная. Всю ночь слила дождик. На улице очень-очень холодно, сыро. Капает все равно еще немножко иногда дождик. Поэтому на улицу сегодня мы не пойдем. А значит, будем чем-нибудь развлекаться дома. Дорогие друзья, все думала, куда мне сделать укроп нарезать. У меня закончились пакетики. Видите, я пучок укропа покупала, часть уже нарезала. И все думала. Ну вот закончились пакетики. Вот куда? Помните сыр, который я покупала? Баночки. Они у меня с крышечками остались. Я сейчас вот так вот убираю в морозилку. Будет, мне кажется, удобно. Просто когда пакетиков нету, блин, я не знаю, что убрать. Все думала, думала. У меня таких баночек уже 5 штучек стоит. Вот сейчас в них сделаю и поубираю весь укроп. Классно. Суп у меня тут варится. С рисом, с мясом. Укропчик сейчас скоро добавлю. И будет вкуснятина. Ладно. Дорежу остатки укропа и уберу. Дорогие друзья, у меня вчера муж, когда ездил на кладбище, после этого заехал в город, купил сахар. Знаете, для чего? Я хочу сварить апельсиновый сок. У меня уже неделю больше, наверное, лежат вот эти вот апельсины. Но не едят их дети. Вот не любят они апельсины. Тут у меня вот часть они, конечно, съели. Но эти апельсины, они безвкусные, не очень вкусные. Как-то это. И я хочу из них сварить компот. Опять сделать в банках компоты. Дети сказали, мама, мы не хотим эти апельсины, в общем, компоты сделай. Сейчас мы с вами сходим в магазин. Я еще хочу купить яблочек. И апельсины с яблоками и лимонов мне на несколько штучек. И сделаю компотики. Вот считайте, тут раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь баночек компота получится. Если вам интересно, то оставайтесь. Будем сегодня варить компот. Суп уже настоялся. Можно уже кушать. Все, я сейчас в магазин пойду за лимонами. И немножко яблочек возьму для компотов. Будем варить компот, да, Маша? Потому что эти апельсины невкусные. Они какие-то безвкусные. Да, ничего не запрещала. Так возьми один, если хочешь, ешь. Я же не запрещаю. Они у вас целый месяц висят в пакете. Шкафчики. Вы их что-то не трогаете. Ладно. Будем готовить. Ребята, вот вы мне пишите. Настя, открывай парники. У нас, ребята, холодно. Поэтому я парники не открываю. Они и так слабенькие. Вот сейчас на улице идет дождь. А я пошла парник. И на улице холодно очень. Я кофту одела. Даже курицы спрятались. Вон один петручий петух вышел и все. Очень холодно на улице сейчас у нас. Ужасно холодно. Поэтому я пока не открываю ни помидоры, ни перца. Ничего не открываю. Я хочу посмотреть только, как и что они. Нормально все стоят, хорошо. Даже вытянулось немножко, мне кажется. У нас очень, ребята, холодно. Но вот этот парник, по идее, можно открыть. Сейчас я его, наверное, открою и покажу вам потом. Все, ребята, открыла. Пусть польет. Пока дождик идет этот, хоть мне вечером поливать не надо будет. Это уже радует. Вон помидорки все хорошо стоят. Мне нравится. Вот это вот, которые без палочек. Это низкорослые идут. И вот надо уже не с листочки, наверное, общипать. Уже можно некоторым. Я после посадки несколько общипывала, но немножко. Потом попозже еще буду общипывать листочки. Просто дала им немножко укрепнуться. Я знаю, вы мне пишите, Настя, общипай листья. Ну, а пока, видите, а это перцы острые у меня тут посажены. И вот так вот. На тех я немножко, видите, общипала стволы. Пусть укореняются. И сейчас пойдем посмотрим наши огурцы и картошку. Вот так вот у нас. Которые я вчера посадила. Их не видно. Так. Ну вот я вчера посадила, видите, на месте. Сегодня я банки убрала отсюда. Вот. Видите, туда же второй. Вот смотрите, корешок просто. Надо где-то его прикопать. Видимо, когда из баночек высыпала землю. Вот здесь вот стоит хорошенький уже росточек. А больше как бы по сути... Где-то еще я видела ростки. Они у нас, видать, их кто-то поедает, ребят. Вот росток, вот росток. Который я вчера высадила уже. Видите, вот яма. Редиска прям на ура растет. Тут еще должна свекла по краю немножко взойти. Вот в целом как-то вот так. Слышите, дождик льет. Ну, вроде ничего. Дай бог, чтобы выросла. Посмотрим. Я еще семенами, ребят, натыкала. Поэтому пока не бегу за рассадой. Да и рассада одна штука 30 рублей. 30-40. Представьте, сколько мне на парник штук надо. Иди мне в сне, пока я даже не думаю про рассаду. Не тороплюсь. Ребята, ребятки, у нас дождь на улице идет. Все сырое. Кошмар. У меня вроде капуста начинает оклюмываться. Даже встала. И птичка тут. Встает капуста потихоньку. Вроде приживается. Дай бог, чтобы прижилось. Парник открытый оставляю. Я парник один открыла. Потом вечером надо будет закрыть его. Так пускай польет немножко. Блин, я что, вручную должна все таскать, что ли? Маша со мной идет. Мы идем до моей подруги. Кто потерял Тайсона? С Тайсоном все хорошо. Тайсон, скажи привет всем. Привет. Ты зачем опять к себе игрушки податаскал туда? У тебя только выгребали там все игрушки. Да, Тайсон? С ним все хорошо и он здоровый. Сходили мы с мужем к подруге. Там надо было кое-что помочь ей. Поэтому сходили помогли. Так как у меня муж сейчас на заезде. Я зашла... А, у подруги взяла мяту. Сегодня буду компотики варить. Вы прекрасно знаете. Нет, там из-под духовки коробка такая на полу была. Коричневая. Потом лимонную кислоту. Мне надо будем делать кое-что. Также купила два лимончика. Хорошо. Иди поиграй в комнате, пожалуйста, сына. Потому что комар летает. Прямо с улицы залетает. Только хоть. Потом апельсины последние забрала. И купила также яблок. Вот яблочки взяла. И вот яблочки взяла. Фрукты. Также... Лапуся! Блин, уже пакет схапала, да? Вот эту вот. Также зашла, купила хлеб. Четыре булки хлеба взяла. Четыре булки хлеба купила. И также сейчас покажу, что еще взяла. Взяла два литра молока. Взяла творог один. У нас сметана есть дома. И у меня детям нравятся соки с кусочками фруктов. И взяла вот разные, ребята. Алой. С ананасом вот такой вот интересный. Попробую. Чисто напробую. А потом будут дети уже знать. Вот такой вот киви. И вот такой вот киви. Видите, разные. Прямо с кусочками фруктов. Видите? Дети у меня такие нравятся. Да, они не дешевенькие. Но зато дети попробуют. Потом какой им больше понравится, тот и будем покупать. Вот эти вот еще бутылочки такие интересные. Видите, какая бутылка интересная. Обычно открутка. Тут просто пробки интересные очень. Сейчас всем дам понемножку попробовать. В кружечке разолью, чтобы каждый попробовал разные вкусы. Можно даже на челлендж, да, такое сделать. Попробовать вкусы такие. Вот они по 49 рублей. Вот это вот с ананасом. Прямо смотрите. Кусочки там плавают. Не больше вот этот. Вот я когда-то уже пробовала. Такой. Мне вот он нравится. И тут прям много киви самого. Прямо вообще много. Хорошо вкусные. Ладно, дорогие друзья. Сейчас дети там-дам будут пробовать. Ну, а вам если интересно, как буду варить компоты, то оставайтесь. Но я постараюсь сегодня показать все, как я делаю. По этапу. Дорогие друзья, вы также переживали за Тайсонова. Почему я его не показывала? Ну, у нас кое-что произошло. Но Тайсон жив-здоров сейчас. Слава тебе, Господи. Помните, я как-то вам видео показывала щенят. Еще говорила, надо найти бы им хорошую семью. Для того, чтобы их пристроить. Так вот, на сегодняшний день, через несколько дней после публикации мое видео, кто-то отравил всех щенков. И потом, буквально через неделю, у меня муж, даже через неделю, буквально через несколько дней, наверное, пошел на работу, прибегает, говорит, Настя, там Тайсон пена изо рта, давай что-то делать. Видать, опять траванули его. Да, он был тяжелый, но мы его отпоили, все нормально, все в порядке. Ну, вот у нас кто-то травит собак, причем капитально травит собак. Щенят у соседей всех отравили. Один, по-моему, у них остался. Ну, вот, не знаю, надо спросить у них, остался или нету. А так, всех кто-то отравил щенят. Я не знаю людям, почему вот хочется вот всех взять, просто травануть. Они, видать, еду бросили, а те щенки схватили и все. А много ли щенку надо? Ну, а Тайса у нас все в порядке. Сегодня я вам его показала уже. Он жив-здоров и слава Богу. Брала ему специальные препараты. Спрашивала, купила, все, отпоили. Жив наш Тайсен, слава Богу. Но хочу сказать тем людям, которые вот так вот делают. Вам что не имется? Вам чем собака-то мешает? Он ведь нацепи сидит. Его никуда мы не отпускаем. Если отпускаем, то только по территории, то тоже смотрим, чтобы мне за забор никуда не выбежал. Но у нас за забор-то, по сути, вообще никогда не входит. Только летом, когда папа в лес его с собой берет. Но он и то на поводке его берет, а в лесу там отпускает. Я не знаю, кому мой Тайсон помешал. Тайсон, он добрый у нас, хороший пес. Но вот кому-то, видите, не имется. Кто-то хочет его травнуть. У нас уже это не первый раз. Уже, наверное, пятый раз это вот мы его отпаиваем. Но, слава Богу, пока все хорошо. Так что не пришивайте. У Тайсона все замечательно и все хорошо. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok